Позор! 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 Российские власти наконец-то добрались до военного преступника Игоря Стрелкова Гиркина. Буквально на днях в одном из своих предыдущих видео я уже рассказывал о том, что Кремль стал преследовать одного из соратников Гиркина, полковника Квачкова, которого обвинили в дискредитации российской армии. И тогда я говорил о том, что начинаются предсказуемые процессы. Власти начинают щемить радикальных, плохо управляемых вот этих турбопатриотов, которые были нужны на каком-то этапе, а сейчас стали уже не нужны, потому что они плохо управляемы, потому что они много о себе возомнили, стали допускать критику власти и вот, как говорится, пришли и за ними. И именно сейчас мы это и наблюдаем. Наконец-то дошли руки до самого главного российского турбопатриота. Задержали и судят Игоря Гиркина, который фактически всю эту войну, которая сейчас идет, изначально и начинал. Инкриминируют Гиркину публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ну, то есть, короче, понятно, за что его судят. Его судят за критику Путина, которую он в последнее время особенно часто допускал. Причем эта критика была очень радикальной, она переходила в открытое оскорбление. Гиркин называл Путина тряпкой, мокрицей, ничтожеством. И, очевидно, этих слов ему уже не простили. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. Он демонстрирует свое бессилие, полное бессилие, бескребетная мокрица в том, что уже произошло. Огромная вина, в первую очередь, самого президента Российской Федерации, который даже сейчас ведет себя так, как будто он не президент огромной исторической страны с тысячелетней, более чем тысячелетней историей, а какая-то вот тряпка. Самое смешное, конечно же, началось дальше. Z-блогеры в один голос заголосили, что власть душит принципиальных патриотов. Соратник Стрелкова Паша Губарев написал, что едет под Мещанский суд, где судят Гиркина, и заявил, что долг каждого русского быть сейчас там. Но, видимо, настоящих русских в России не нашлось, потому что под судом в итоге собралось менее десяти человек, включая самого Пашу Губарева. Другой соратник Стрелкова Виктор Алкснис заявил, что Гиркина судит из-за того, что российская власть провалилась и опозорилась в Украине, провалила спецоперацию и теперь действует по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Власть, не способная добиться успеха в боевых действиях на Украине, она избрала тачку «бей своих, чтобы чужие боялись». Они решили, что вот давайте мы заткнем здесь глотку или рот тем, кто тут выражает какие-то сомнения или тем более высказывает критику, и поэтому все станет на свои места. Все будет хорошо, все будет идти по плану и никаких проблем не будет. Так вот, я хочу сказать, уважаемые товарищи за кремлевской стеной, вы совершили не просто преступление или совершаете, вы, как говорят в таких случаях, совершили гигантскую ошибку. Еще один единомышленник Игоря Стрелкова, который приехал под суд как раз его поддержать в числе этой небольшой кучки, Георгий Федоров, этот член Российской общественной палаты, написал в своем телеграм-канале, что арест Гиркина – это очень плохие новости для российских патриотов, потому что это свидетельствует о том, что патриоты стали неудобны российским властям и российские власти начали гонение на них. Сегодня утром Игорь Стрелков был задержан сотрудниками Следственного комитета и увезен в неизвестном направлении, в его квартире обыск. Это очень плохая новость и означает, что пошли репрессии не только против членов клуба рассерженных патриотов, но и всей активной патриотической общественности, которая, по всей видимости, стала опасной для верховной власти. Мы должны сплотиться и поддержать Стрелкова, потому что это только начало. В общем, классика. Люди, которые все время требовали расстреливать, сажать, репрессировать тех, кто им не нравится, теперь получили ровно то, что сами требовали для других. Люди, которые постоянно расхваливали Сталина, царя, говорили, что России нужна сильная рука, что нужно беспощадно душить любое инакомыслие, теперь сами попали под этот каток, прочувствовали на себе ровно то, к чему они и призывали. И именно так всегда и бывает. Если ты за беззаконие, будь готов к тому, что беззаконие будет осуществляться в отношении тебя. Если ты за Сталинщину, за лагеря, за ГУЛАГ, будь готов сам туда, в этот ГУЛАГ и отправиться. В 2014 году Игорь Стрелков-Гиркин начал войну на Донбассе за то, чтобы принести туда тот самый русский мир, который теперь его же судит и репрессирует. Гиркин пришел на Донбасс и устроил там такой режим, который посадил на подвалы, преследовал тысячи людей. Просто ни за что. За то, что они жители Донбасса, которые не поддерживали Россию, Путина, которые не поддерживали войну, которые не хотели отрыва этого региона от Украины. И только за это их сажали на подвалы, мучили там, издевались над ними. Все это организовал Гиркин и то, что происходит сейчас с ним, это ровно высшая справедливость. То есть то, за что он боролся, то, что он принес для других людей, теперь совершается с ним самим. И еще очень важный показательный момент. Не так давно в одном из своих выступлений Гиркин сам делал такой прогноз. Он говорил, что если российские власти пустят его на войну, доверят ему там чем-то командовать, значит Россия победит. А если российские власти посадят его в тюрьму, значит Россия проиграет и никаких шансов на победу у нее уже нет. Смотрите на меня, условно говоря. Из этого делайте выводы. Посадят, значит забывайте про победу в этой войне. Не посадят, отправят служить, значит надежда на победу есть. Пожалуй, добавить к этому прогнозу нечего. В любом случае, очевидно, думаю для всех, что арест Гиркина это колоссальный удар по боевому духу российских радикалов. Это удар, который полностью их деморализует, раскалывает это сообщество и поднимает в нем такую волну хейта и ненависти к российским властям. Потому что как бы кто не относился к Гиркину, мы понимаем, что это не просто человек, а это по сути символ той войны, которую ведет Россия. Потому что он эту войну в 2014 году по сути и начинал, с него все начиналось. Это человек, которого разыскивает Интерпол, которого осудили уже в Гааге. И тот факт, что его сажают не в Гааге, а в Москве, я думаю, говорит сам за себя. И понятно, какие эмоции это вызывает у сторонников Гиркина, у всех этих зет-патриотов, у сторонников войны. Вообще сам факт того, что это происходит, говорит о сильнейшем кризисе в России. Понятно, что это не от хорошей жизни, это не на фоне успехов. Это означает, что Путин реально боится. Боится уже просто всего. Это означает, что у них очень тяжелая ситуация, в которой они вынуждены буквально как пауки в банке друг друга пожирать. То есть они рассчитывали, что они втогнутся в Украину, тут поставят всех на колени, сожрут нас. А вместо этого они обломали зубы об нас, и они вынуждены теперь пожирать друг друга. И конечно же это прекрасно, это шикарная новость для всех украинцев, поэтому будем наблюдать за этим дальше. Обязательно подпишитесь на канал, если вы не подписаны до сих пор. Оставляйте комментарии, лайки, и будем вместе следить за этой ситуацией.